Надо, чтобы кто-то из нас двоих бросились вы на танк груди. Хай дуду, мои адекватные, абсолютно разумные бивзябрики. С вами я, ваш верный производитель чистейшего контента категории Г. Ну вот такой я человек. Спешу порадовать своих зрилов роликом, дабы им было что включить на заднем плане, пока они отбирают пенсию бабки. И сегодня, в свойственном внимании для самого альтернативно одарённого солнечного мальчика, я бегу вещать вам про колду. Почему про колду, спросите вы? А потому что я решил угореть и чисто на релаксе влететь с двух ног в классические угарные ролики с белой обложкой, ибо я соскучился по старому доброму ультрнасилию. Колда — это тупо классический пожилой шутер 2003 года, вышедший из-под перачеликов, которые до этого делали медальку за отвагу. И вот я сейчас думаю, мне надо, наверное, было сначала медальку разобрать, но до ладушки. То, что колда понравилась игрокам, это, конечно, да, но важно не это, а то, что игра максимально зашла тамошним батькам с Куфидоном, которые люто задраконивали её наравне с Ульфенштуйном, а это, между прочим, показатель. Но, а вы, кстати, слышали про сервис Купикот? А вот знаете, это замечательный сервис, с помощью которого ты можешь пополнить от в Steam легко и без клинжа. Здесь не запрашивают пароли и другие важные данные аккаунта, только логин, который пополняешь. Кстати, скоро Steam начнёт с осенней распродажи со скидосиками на игр до 75%. Это шикарнейшая пора, чтобы затариться добром, который ты даже не запустишь. А потому пополняй кошель заранее, а то, как дам чипалаха. Отдельно отмечу, что через Купикот можно пополнить казахстанские аккаунты. В наличии удобный калькулятор, который считает за вас по актуальному курсу, чтобы вы не запутались, сколько рублей, а сколько тенге. К слову, на Купикот самой низкой комиссии на рынке, данный факт буквально факт, а не рекламный хрен собачий. А ещё, по моему промокоду, комиссия на пополнение Steam снижается на аж 2%, но данное действие ограничено, если что, так что успейте заюзать. Итак, ещё раз наглядная инструкция. Выбирай регион аккаунта, добавляй ссылку на профиль, вводи промокод БЭПС и оплачивай. Если авторизуешься через Телеграм или ВК, то получишь бонусные 50 рубликов. Плюс для зареганных пользователей действует кэшбэк на каждое пополнение. Ну чисто рок-изобилие какой-то. Сервис Купикот. Пополняй баланс. Играми талься и более не парься. Ну да ладно, плюс прохладно. Запускаем игру без лишних предисловий. Мы играем на данный момент за дедового Мартин, который прямо сейчас стоит перед капитаном Фолей. Сегодня ты будешь проходить полосу препятствий и обучаться владению оружием. Этот капитошка будет нас обучать премудростям пользования своим, так сказать, стволом. Но перед этим нам показывают тамошние актуальные мемасики. О-хо-хо, мемасики, конечно, очень пистолерные. После этого начинается полоска препятствий. Шкребем пузом и яйками по земле под пулеметными чередями. Перекидываем ляжки через древесные башни. И это, наверное, делает из нас уберсолдата. Правда, более уберсолдатом я начал становиться, когда в руки нам дали оружие. Но с нюансом. А нюанс в том, что моей мишенью стал сержант Мудя. Вытащив их из коколки, сделай два выстрела по мишени. У тебя не три ручки. Да ты затрахал уже, не даю, мартышка. Это шоколадка. Чококола, кстати, реальный. Представляет из себя смесь шоколада, кофею и порошка орехов колы. Тема прикольная. Но прикольная тем, что она до сих пор выпускается. И вы даже можете купить себе этот шоколад на актуальных маркетплейсах. Конечно же, форм-фактор и дизайн изменился спустя столько времени. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что же тут скрывается внутри. О-о-о-о-о-о-о-о-о, аккуратненько. Воу. Два слоя шоколада с кофеем, дорогие мои друзья. Вы только вглядитесь. Внюхайтесь в этот запах. Пахнет прекрасным, хорошим, темным шоколадом с капелькой кофею. Одна такая долька, по идее, раньше во Вторую мировую войну, заменяла целый стакан кофею. Съел две плитки, обосрался. Тем не менее, давайте продегустируем. А пахни як. Бизнес. Обучение кончается, а мы же выслушиваем план, по которому будем выпёрдывать немцев из Нормандии. А план достаточно простой. Мы в роли разведчика высаживаемся, чутка струячим, а там и остальные подтянутся. А какая в Крит вода? Удержаться невозможно. Так, сейчас этого дурачка забью гранаты. Э, ты в кты, э, э, ты в каком притоне взрывчатку метать учился? Сосискоед баварский, дурак шоль. Шайсы. Ммм, тупо восстановил себе 10 хп. Если у вас есть батя Скуфидон, который угорал по первой колде, то можете ему этот приколдес задарить, чтобы было чем работяне коньяк закусывать. Вот закусит батёк кофеиновый, чоколадка, коньяк и всё. У батька Мадор отказал, а сын сирота. О, рядовой. Висюлька. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Ловите горячую картошечку, ну хотя бы гранат метать научился. Я не такой безнадёжный. Постараюсь юзать их чаще, чтобы потом товарищи мне дали кличку взрывоопасный Мартинес. Ставим маячок, а наши комрады падают с неба золотым комманипадом. Тут и начинается суть первой колды, а именно лютая забористая месила с приправой в виде свинцового града. Мамочки, а чё так страшно, будто на войне умереть можно? Пацаны, щас зачищу второй этаж, глядите Мама Ладно, думаю, идею с взрывоопасным Мартинесом отложу на дальний план Потихоньку с пацаной продвигаемся вперёд, но чем дальше, тем страшнее И это, кстати, и делает первую колду эталонной игрой про Вторую Мировую Вы только посмотрите Музыки никакое, всё как взрывается, а мужики делают сальтуху в Альгаллу Пипец, пацаны на войне луцкаются, как семечки под интересный сирик Вот бабки жарят Категра и вышла в старопердильные времена, она всё равно умудряется выдавать интересные глазу картины Вот противовоздушная стреляла на пользу захватила всё внимание моих нейронов Я даже на пару секунд в какой-то астрал провалился Господи, прям как бенгальские огоньки Мы с ребятами всё взрываем и вычищаем, а потом дожидаемся дня Днём на этой же самой локации уже случается вообще лютый трешак с взрывом танков Стрельбой и стационарки и т.д Ра-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Ловите мои свинцовые камшоты, черти вражески Но важно не это, а то, что я открыл для себя просто феноменальный лайфхак О котором мне чё-то вообще никто не рассказывал Смена режима огня Я всю свою жизнь в играх струя еще автоматами по врагам и вроде бы даже в писью не дул Однако же колденеожиданно я сменил режим, пострелял и знаете что понял? Оказывается стрелять так гораздо удобнее, менее затратно, главное эффективно Тот же автомат Томпсон с подобным режимом буквально является какой-то аванокедаврой Я будто без носа, лорд, волан, пердот, а нацики маленькие, горишь протеры После лютого забива нам заявляют, что так-то связи никакой нет А потом Мартину и товарищам придется слегонца поработать смс-ка на колесах Надо ставить командованию инфу об актуальной ситуации в данной захваченной точке Задача была бы простой, как ночной рандеву с рукой под одеялом Если бы мы не ехали на какой-то непонятной французской колымаге марки Гниложопель Несите, мужики, ща врубим его зоной, как запердярим фрицам Многие из вас помнят, как я ругался в ролике по красной бригаде второй на уровне рельсы А-ля House of the Dead Так вот, колда является ярким примером, когда уровни рельсы сделаны обер-мега-грамотно Эпично катаемся, стреляемся, ощущаем себя героем эталонного боевичка Еду на машине в голове, ля-ля-ля-тю ЁП ТВОЮ МАТЬ Мудя, газуй назад, газуй назад, собака, гав-гав Потом с французской бериндейки мы пересели уже на немецкую фольцпердульваген И на ней таки совсем тем же ветерком докатились до командования Вообще, первые уровни пока что идут чисто по кайфу Вот сейчас мы с ребятами взрываем артиллерийские батареи, попутно выкашивая фгшечкой врага Тупо кайф Мужик, соберись, ты же врач, а врач Ну и кто мне теперь будет геморроидальные свечи вставлять, а? Следом неожиданно нас обязывают отправиться на стелс-миссию Да вызволить неких англичанских офицеров Капитана Прайса и майора Инграма Кто эти ребята? Наш герой максимально хз Но он уверен, что шишки они важные Нас высаживают и я первым делом подмечаю дырку в текстурке Или, как говорят у нас у русских, тещак Так, значит, наша цель в этом доме Соленая, все-таки архитекток Архитектка Что? Шампанское? Хреноган с себя балует Шоколад, места, аптечек, шампуньское Красиво жить, не заприньте же, блин Гляжу на эту дверь и сразу понимаю, что она рано или поздно откроется Вот прям даю причиндал на отсечение Вот мы берем важный документ Но почему мы не можем его прочитать? Мне, например, жизнь как любопытна, что там написано Может, там полезные данные, любимые позы Анны Франк Или информация о том, почему детям нравится только кол-типа хасби на отеле Скибеде туалетов или цифрового цирка Некоторые люди просто тупые Ну вот я же говорил, у меня чуйка на подобные вещи в Алдовах Играх Ну да ладно, давайте уже вычистим это здание от национал-социалистов Най! Ух, ну ебаня, я уже настолько пристреленный вояка Что меня ничего не напугает Ах ты, батюшки, американцы А, это чихлюпающий англосакс О, тере безопасности Малость пошумели, так? Да ладно, ходить я все еще могу Хрена, Бриташка, чугунный Этого ехидного усача с походкой Челла с Геморроем мы спасаем И сразу же переходим к миссии по спасению майора Ингрэма Который нанечилит на некой немецкой базе Это задание, кстати, выделяет с тем, что оно ограничено таймером 10 минут Может быть, в юности мне этого времени было бы мало Но сейчас мне уходят с лихвой Ибо я тут еще, как его, скроморок, скорострел Спидранер, вот, пацаны, я снял экрану Можете заезжать В лагере сплошь и рядом одни деревянные бараки Вроде даже не скажешь, что немецкий лагерь Однако все подозрения отпали, когда я увидел у немцев бассейн Ну, типа, война-войно, я заплывбрасом по расписанию Янки, вот так удача Вы со мной пришли или как? Элё, ты офицера голыми руками задушил Надеюсь, кто-нибудь сделает мод, где Ингрэм, будучи в костюме фимбоя Душит фрица своими ляшками Ну вот, как я и говорил, еще много времени в запасе Интересно, а за сколько времени спидранера этот уровень, в принципе, проходит? Две минуты? Да я гузно минимум минуты четыре подтираю Под градом пуль мы уводим майора из этого лагеря, а компания америкосов на этом кончается Компания, кстати, была рофельная, ребят, чисто такая балдеж Классические колдодюти Но они кончаются взаимодействия с солдами, а точнее с капитаном Прайсом, который на ближайшей миссии становится нашим главбатей Надеюсь, он научит меня рыбачить и как правильно пить ерша, чтобы рюмка зуба не выбивала Тем временем, игра показывает нам Адольфа Ухлера Ныне игрок играет за британского сержанта Эванса Который вместе с Прайсом и работягами должен захватить важный мост во Франции Бла-бла-бла-бла-бла Вообще, я игрок к типажам мне параллельно Меня не волнует, что мы захватываем и где Главное, дайте мне стреляло и покажите, по кому лупить Мы оказываемся в самолете с товарищами Ребят, вот не люблю шампанское и летать на самолетах С одного я пирыжу, а с другого укачиваю На переднем сиденье мужики не совсем понимают, туда ли мы летим Но, несмотря на это, дресня пропеллер Аирлайн с ветерком доставляет нас до точки на значение с максимальным стелсом Мы очухиваемся после мягкой присадки И видим перед собой ехидного капитана Прайса Который в свойственной манере не уновающего бати Говорит Иди хлопни всю фашистятину шампалом в ухо А мы тебя если че прикроем Конечно, я мог бы сейчас включить нерда И сказать, что у него это вообще-то нацист, а не фашист Но прайс бы мне за это басяцкого чаполаха прописал бы И короче, ну вы поняли К слову, в руках у нас ручной пулемет Брэн И он лёти жесть Стрелять из него одно удовольствие Но, честности ради, скажу Я че-то так притерся к оружию с тумблерами Для переключения стрельбы Что с пулеметом в руках, аж чувствую себя неуютно Ибо это поощущение похоже, когда ты в толчке сыш по пьяне После трех литров пива в баре на полную мощность Да, строй, конечно, моего почти Но ты обоссываешь и унитаз, и обувь, и штаны, и штаны друга И еще легкого покеша с подливы в труханы даешь Я по этой же причине че-то уже и стационар тут не особо котирую Ибо не всегда чувствую, что вообще попадаю по кому-либо Мост захватывается с рофелами и вафелами Мы даже умудряемся пострелять бабахалка по танку Но на этом веселье кончается Ибо начинается следующий день И душная миссия типажа Превозмогай, пока братушки не подскачут Нам надо защищать захваченный мост от орды нациков И тут конкретно игра начинает, так сказать, перебарщивать Я ничуть не сомневаюсь в способностях бравых британских ребят Но во время обороны они перемололи немеряное количество солдат И тут попрошу заметить танков Благо мы побеждаем, все довольны А прайс нами гордится Ты мне прямо как дочь с членом Но разрабам, видимо, понравилось приправлять игру превозмоганием И уже в следующей миссии нашего героя Водняру отправляют дудосить ПВОшки На немецкой дамбе Дабы потом эту дамбу наши спокойно авиабомбами почикали И это, конечно, все классно И даже вид красивый Но я напоминаю, что на задании мы абсолютно одни И плюсом вооруженный коряком и ссаным британским стеном Который по факту является водопроводной трубой Смазанной корчком британц Ну что ж, теперь я ощущаю себя натуральным героем Вольфенштайна И буквально в одно релло уничтожаю все ПВО Ликвидирую весь персонал данной дамбы Да еще и минирую генераторную Чтоб жизнь медом не казалась Не то чтобы я против Но я все-таки сторонник тех эпизодов Где мы тащим сугубо со своими братушками Ну что поделать Такой уж я компанейский парень Матерь божья Так красиво аж матово ругаться не хочется О, отлично Теперь мне надо дудонить обратно весь путь Но с еще большим количеством фрицов Прекрасно С дамбой покончено И нас встречает батя Прайс на грузовичке Тут все мои плохие мысли улетучиваются Ибо на грузовике Шмалять подгоняющим нацикам Во! Икшоний лютый Вражеский транспорт матает туда-сюда Мост сжахнули Во вражескую базу ворвались И еще с ПВОшки авиафлот обструячили Но не война, а чисто кровавый Диснейленд Алло, диспетер! Мы падаем! ПАДАЕМ! Увы, но этот уровень в итоге закончился, а наши ребята улетели на самолете Честно скажу, миссия концентрированный балдеж Финальная миссия за британцев тоже, кстати, неплоха, но неплоха она из-за своей шпионской атмосферы С батькой, Прайсом и сержантом в Аторсянске мы захватили вражескую посудину А офицеров немецких отправили закаляться Прайс доводит экипаж вражеского корабля до эпилепсии, а потом говорит нам Сейчас мы на крысичах войдем в этот тирпиц Всем за щеку кожаную шляпу напихаем Дабы наши самолеты смогли распердячить эту посудину к редиске кошачьей А потом летим домой и пьем чай зеленый на минералке с пляничком И поначалу все идет очень даже неплохо, нас пропускают, Прайс идет походкой гигачат, а мы же проникаем в нижние палубы Однако тут же план дает трещину Ой нет, нас спалят, надеюсь у Прайса есть план А че, нормально такой план Мы минируем корабль, а Прайс отстреливается от немцев И все бы ничего, но потом казалось, что пока мы были в роли Тэтчиса, Прайс взял да героически фиданул Тут я по-мужицки пустил слезу И устроил лютую местью вражеским негодником Уверен, Прайс в этот момент на небесах Даже не смотрел на меня и бы тусил с тянками под ангельское бухлишко марки Иисусе Юшко 777 Мы потеряли капитана, черт, отличный парень был Да, Прайса больше с нами нет Эх, на этом ливаем с корабля, а британская кампания кончается Честно говоря, в этой кампании имелись некоторые сомнительные парофломиссии, но в целом я очень доволен Немного кукожи, немного основы, немного зеленого чая на минералочек с пряночком А теперь я предупреждаю олдов Ибо сейчас увидите картинку, от которой у вас сразу произойдет нейрон активейшн Уверен, у многих батьков от взгляда на эту алую звездочку начинается пожилое шевеление в штанах Граждане Советского Союза Да, это советская кампания И по-моему, эта кампания самая лютая в данной игре Ибо тут что игроку, что советским солдатам придется немножко так превозмогать Начинается кампания сразу с жести, а именно со Сталинграда Товарищи, этот день будет самым героическим днем вашей жизни После услышанного наш герой быстро понял, что его жена скоро станет вдовой Играем мы за Алексея Ивановича Воронина И сразу скажу, что житие его в ближайшее время ожидает отнюдь не сахарное Едите меня подкусно, вы это видели? Там по людям взрывало от жмшенило Ой, ну остаться-то не очень трехать Ё, пердый матрас, да что за адище такое-то? А где товарищи? А куда делись товарищи? Винтовок на всех не хватает, а потом он нам выдает патроны и говорят Вот кто-нибудь с винтовкой помрет, тогда и подбирай Кстати, если мы с Аканема пойдем назад, то нас с мягкой улыбкой застрелят Как собаку, мяу-мяу На поле происходит лютейшая мясорубка Люди гибнут, а мы же пытаемся не то, чтобы победить, а скорее уж просто выжить Благо мы находим старшего по званию и тот нам говорит А давай-ка отвлеки пулеметчиков на себя А то чё как дурак, ё-моё Блин, вот сразу видно, мудрый мужик этот сержант Кстати, раз уж такой случай имеется, воспользуюсь В игре очень реалистичный саунд-дизайн Ибо звучит поле битвы буквально как поле натуральной битвы Ладно, товарищ Делай кто-то сам Сначала вы Вообще ничего не слышно, что он говорит И как только салты те времена без субтитров обходились Наш сержант снимает всех вражеских уродов, включая гниду на комиссаре Бэби-бон, бэби-бон И мы наблюдаем, как наша арта накрывает поле боя Честно говоря, тут даже никак не пошутишь Данное зрелище мне в душу закидывает тихий ужас А в трусы шоколад Аленка Благо наши прорываются, а мы же оказываемся на следующем поле боя А конкретно на Красной площади Сталинграда Тут мы наконец находим оружие, или если быть точнее, подбираем на поле боя И с уже сержантом Акаровым идем на прорыв Алексей, бурак! Вот это я понимаю ломание четвертой стены, а-а-а-а Блин, человек, который эту шутку оценил бы, комиссар отутюжил О, МП-40, самое мемное оружие Второй мировой, но не лучшее Ибо лучшее это от черта в ППШ Уйти, батюшки Самое смешное, что у этого оружия есть режим полуавтомата Но, честно говоря, тот самый потенциал ППШ Раскрывается сугубо в полном автомате Не оружие, а какой-то бенгальский огонь Стрелять из него одно удовольствие Это буквально мое любимое оружие во всей игре Мало того, если случится Третья Мировая, то на фронте меня даже с ППШ не ждите об Удомсе. И дрюкать на рассказы Сорокина! Снимаем со снайперки вражеских офицеров, зазывающих подкрепление. Честно скажу, их камуфляж весьма хорош, ибо найти их с прицела ещё надо постараться. Да где эти офицеры? Ядрите их корешок! После этого наша правая арта снова всё взрывает к ангелам, кошачьим, а мы же двигаемся дальше. Кстати, я всё-таки перевёл пока же ППШ в режим полуавтомата, и патрон, оказывается, имеет свойство кончаться, а у ППШ так тем более. А теперь о сюжете! По факту, бойня в Сталинграде занимает буквально пять миссий советской кампании из девяти. Но по ощущениям похоже, будто это одна большая душная миссия. Мы словно лютая неистовая сила, движемся через какие-то здания, вокзалы и улицы, а потом оказываемся в канализациях. Советские камрады! Нет никакой нужды, этот глупый кровавый бойня между нашей нацией! Согласен, а потом давайте же сдавайтесь, давайте нам эту вашу Адольф, который по мне же не выглядит, как прапорщик задов. Германская армия, ваш друг! Ага, тот Ганс видим в меня, пускай... Маленькие, белые, дружелюбные лепестки! Это я, Герфлоу и Шмутильбург! На войне ты либо убиваешь, либо умираешь! Через тернии к звездам, а точнее через канализацию и говна, мы добираемся до самой попочкой дробительной миссии в игре, а конкретно в дом Павлова. Нас встречает сержант Павлов, вместе с ним с помощью шустрого рядового Коваленко снимаем всех снайперов в данном доме, а потом идем на штурм. Но это еще не самое сложное, ибо далее нас снова заставили в чинный раз превозмогать, пока братушки не проспеют. Вы позаботитесь о танках, а мы займемся пехотой! Вот это вот ерошнее «мы займемся пехотой» Такой враньеж чистой воды, я щи... Именно в этот момент я в чинный раз радуюсь тому, что играю на нормаль, ибо на хорде тут происходит самое настоящее адище. Солдат прям бесконечно, танки подходят отовсюду, и обо всем этом заботимся именно я. Бегаем туда-сюда по этажам кабанчиком, и тупо превозмогаем. Тут из танковой даки по танкам шмаляем, а тут солдатов чик-чик-чик-чирикаем. Да откуда вы лязите, как муравьи, иди-то ведь меня замочку ушка! Идите домой, ну убьют же вас тут, идите в окопы чоколад ваш кушаете! Здание успешно защищаем, а миссия без лишних слов завершается. Да, буквально без лишних слов. Мне никто даже спасибо не сказал, сказали бы хотя бы, ай, молодец, возьми с полки новую чистенькую Волгу завода. Далее мы защищаем заводы в Польше, мне на самом деле тут мало что можно сказать. Блин, в этом, кстати, отличие американской и британской компании. Американцами мы эпично сражались, катались и спасали гнилозубых офицеров. За британцев же мы захватывали мост, во дняру защищали дамбу и чисто как в шпионском романтическом боевике выводили строй корабль. А тут же мы просто участвуем в двух уничтожительных походах из точки А в точку Б. Воронин, иди отсюда, досюда, а по пути убей всех. Насмерть. Товарищ Сталин, у меня больше нет сил, я так больше не могу. А за баночку сгущенки. Ой, ну как скажете, товарищ Сталин. Благо случается неожиданно, нас сажают в танки и следующие две последние миссии советской компании мы тупо за протонами катаемся и устраиваем по немецким танкам лютую такую басяцкую струямбу, приправленную комментариями братишек. А прикиньте, они такую поддержку будут нам в спальне оказывать. Ты будешь кричать Хайкин, Терпадо! Ты будешь кричать Хайкин, Терпадо! Отличная стрельба! А еще неожиданно для меня тут имеется какая-никакая разрушаемость. Конечно, по домам нестрелять необязательно, но кого это волнует? Живем один раз! Гуляй, рука, обалдей, писюн! И хоть залежай! Вон отсюда! Мы освобождаем польский город, а советская компания тем временем заканчивается. Начинаются финальные аккорды, а именно так называемая компания союзная. Германия потихоньку готова откинуть копыта, а США, Британия и СССР охотно ей в этом помогают. Поэтому сначала забрав их американцев мы в Бельки наводим шутер с уничтожением пехоты, танков и захватом важных документов. Работаем быстро, шумно, но эффективно. Потом уже британцами мы на крысечах тоже шугаем немцев, уничтожаем конвой и подбираемся на немецкую ракетную базу, дабы взорвать ракеты, которыми прапорщик задов пытался запугивать своих противников. Мы заправляем их топливом, а потом с успехом делаем бадум с шакалака. Опять же, все происходит энергично и немножечко угарно. А вот за советских солдат мы снова возвращаемся к превозмоганию, а точнее идем вешать красное знамя на Рейхстаг. Предыдущие миссии у США и Британии были не такие лютые, а тут же хоть и победа близка, но дается эта победа далеко не на изичах. Всюду пули, взрывы, ужасы и в принципе неувеселительное времяпровождение. Но под конец наши ребята так и приходят с красным знаменем. Э, а че, знамя кривое? Там же немного все было с другой стороны. Нет, ну, ну ладно. И таким макаром Германия проигрывает. Добро побеждает зло и указывает ему на место у Параши. Все радуются, плачут, а игра на этом кончается клевыми и эпичными титрове. И это был пожилой Call of Duty, дорогие мои друзьяшки. Игра просто мое почтение, а если вы не играли, то я вам настоятельно и такими ведаю пощупать данный шедевр. Лично. А если же проходили, то время скачать снова и пройти на харде без смертей. Да, у меня реально среди с дилов есть такие, кто так игру и проходит. Я не шучу. Не люди, а инопланетяне прям какие-то, да? Да, Лусин! Игра мне лично понравилась. Придела настолько, что я думаю, был бы не против и по остальным. Частям роликов надо делать, а? Если вам эта идея тоже по душе, то тыкните писька по лайку. Нет, нет, серьезно. Давайте лайками и комментариями ролик накормить. Ну, чисто по-братски. Я в какой-то веке за ролик сел. А ну тык-тык-тык поднимаем канал из канавы, а то че как эти. А на сегодня все. Дорогие мои киселечки. До скорых встреч. Ректальных свеч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»